Ладно, не спойлерите, ребят, играем. Играем без спойлеров, я буду много тупить, у меня будет много рестартов, как и в первой игре, пока мы не нащупаем какой-то билд, пробы, ошибки, все абсолютно нормально, спойлерить не надо, познаем мир вместе. Так, я сделаю худмини плюс чат. Unacceptable, совершенно верно. Так, спойлер, ты умрешь. Ах! 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 Так, игра содержит сцены явного насилия. Предупреждение об эпилепсии, ребят. Так. Так. Поехали. Страх и голод 2, термина, новая игра. Так. Выберите персонажа. Тут какие-то дети. Доктор, механик. Желтый маг. О, ничего себе. Ботаник. Она на инвалидном кресле. Класс бандит-боксер. Выберите класс журналист. Так. Бывший солдат, 18 лет. Как 18 лет-то успел-то побыть с солдатом? Участвуя в войнах, 13 лет, бывший солдат особенно хорошо в обращении с огнестрельным оружием. О, господи, здесь огнестрел. Оккультист фокусируется на разнообразном использовании магии. Несмотря на то, что не имея в своем арсенале опасных боевых законов, ее навыки будут очень полезны, будучи использованными верно. Так. Способности доктора в основном заключаются в лечении различных негативных статусов и явлении слабостей в телосложении врагов. Ой. Механик. Механик специализируется на создании собственного кустарного оружия и ловушек. И ее умения также позволяют ей хорошо разбираться в сложной технике. Ой-ой-ой, сложно. В разрез с убеждением прочих священников, желтые магии не посвящают свою жизнь божествам. Они используют магию только для собственной выгоды и исполнения личных планов. О, желтый маг, это же я. Хе-хе-хе. Пис, пис, пис мейдж. Ботанику известны самые разные растения и травы. Она умеет создавать смеси с сильным и целебным эффектом, либо использовать свои знания для создания быстродействующих ядов. Так. Жизнь на подпольном ринге научила боксера сражаться голыми руками. Он превосходно чувствует себя в кулачном бою. О! Это же монах! Это же монах, надо брать монаха. Класс журналист. Сосвящала войны, государственные перевороты и прочие события. В арсенале журналистов присутствуют самые разные умения, помогающие выживать в тяжелых условиях. У меня убеждает не последний из них. Понятно, господи, уже сложно. Я не знаю. Так. Я не знаю. Тут вот это... Они все... Да, все кажутся какими-то. Но тут есть два персонажа по 18 лет, которые выглядят как дети. Не знаю. Они все какие-то... Только для собственной выгоды и исполнения личных планов. Блин, не знаю. Прям пипец. Но мы, наверное, разные классы попробуем. Поэтому, как бы, в принципе, пофигу. Есть боксер. Тут, конечно же... Тут, конечно же, как бы... Куча всего. Вот это два, как бы, как будто варианта... Вот это два варианта, как будто, как бы, какие-то такие основные. Этот вообще самый простой. Этот чел рукопаха... Вообще, в этой игре, я уверен, рукопашные драться просто нельзя. Друзья, сражаться голыми руками, это же прямо... Это же прямо трындец. Это добазариваться можно. Я думаю, что я мага возьму. Маги, вроде как, нормально так разваливают. Берем желтого мага. Так. Оса. Оса. Не, не оса. Нифига не оса. Хапа. Хапа? Ха-ха-ха-па. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно же, Хапа. Так. Ну, он же не желтый, а мы на Твиче. Звучит хорошо. Давайте попробуем с Хапу. Так. Режим более легкий. Режим, режим страха и голода. Не, ну понятно, у нас тот режим страха и голода будет, конечно же. Первая часть, это только и дело, что базарил. Ну, там как бы такая ситуация, что там, где надо добазариться, ты в любом случае базаришься. Базаришься. А там, где не базаришься, то не базаришься. Режим страха и голода. Желтый маг. Звучит орно. Но я думаю, что это мусор. Пропустить историю персонажа? Не, 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 не надо. Я хочу полную версию текстового приключения. Нет, отец уже как 29 раз. Слово, наверное, спасибо большое. Вот этот брофит, еще и обнимашки. А что у меня уже тут такой троп-то шитлордовский? Захват альты, захват окна. Захват альты убери, пожалуйста. Вот этот, вот этот. Тут, вот тут. О, музон уже очень такой. Так, здесь точно нормально? Я не вижу. Вот это... Вот это нормально. Вот это да. Ну, тут, короче, очень сложно с этим режимом в окне. Так что, если что, говорите. Успокаивающий звук рельсов, вы не привыкли к такой мирной и безмятежной атмосфере. Вы погружаетесь в свои мысли и вспоминаете, что привело вас к этому моменту. Вы родились и выросли в бушующей жаре Абиссонии. Этот континент имеет долгую историю, погруженный в хаос, наполненную враждующими группиров. Эти дураки. Люди вокруг вас вели войны из-за древних спортов. Споров и обид. Начатых давно ушедшими предками. Но так было всегда. Жители Абиссонии возводили предков и их духов в качестве богов. Не то, чтобы на севере, на континенте Европы, было лучше. Эти дураки поклонялись древним божествам, которых никто из них никогда даже не видел своими глазами. И у них, конечно, тоже были свои споры. Мировые воины одна за другой. Что еще хуже, их споры не заканчивались на их границах. Они втягивали свои проблемы всех. Теперь они обратили свой взор на Абиссонию из-за ее стратегического расположения в условиях высокого доступа к сырью и нефти. Кстати, может быть, я мультифруктору дам модерку? Мультифруктор, чтобы ты в случае чего отлавливал и корал пососов. В условиях высокого доступа к сырью и нефти. В выступлениях войск на вашу землю оставалось лишь вопросом времени. Да, модераторов прошу, если вы видите какой-то спойлер, трите его, трите его, а потом будем разбираться, типа, да или нет. Так... Помните золотое правило американской истории Икс. Сначала давим череп, потом задаем вопросы. Выступление их войск на вашу землю оставалось лишь вопросом времени. Вы не собирались умирать из-за того, что какие-то безликие кукловоды в этот раз решили рассмотреть вашу родную страну под увеличительным стеклом. Несмотря на свой юный возраст, вы решили покинуть страну. Ваши братья, сестры и мать оплакивали ваш отъезд. Они хотели, чтобы у вас было что-то в памяти. Взять свой семейный чак-чак. Взять память своего отца, камень-душ. Суп, конечно, камень-душ. Конечно, камень-душ, камень-душ, мба, чак-чак. Семейный чак-чак. Камень-душ точно хорошая вещь. А чак-чак, я не знаю, что такое. Наверное, это просто еда. Но чак-чак, блин, это сладкое тесто. Я думаю, чак-чак это топовая еда какая-нибудь. Камень-душ и больше. Чак-чак или весь чай без молока до конца жизни. Ай! Ладно, камень-душ. Блин, чак-чак, а захотелось трындец на самом деле. Так. У меня еще на ГГ-Мотор касался. Как-нибудь приду на стрим или всех забаню за просмотр ЦП. Чак-чак, буй, да не я, да ин ях, шсы. Не, ну не тут камень-душ. К сожалению, камень-душ это прям хорошая вещь. Вы взяли с собой камень-душ и вам говорили, что в нем заключен дух вашего отца. Вы считали себя безэмоциональным, не поддающимся влиянию. Но потребовалось много усилий, чтобы убедить себя, что вы не будете скучать по своей семье. Очевидно, у вас все еще были слабые стороны, которые нужно устранить. Вы отправились в город Солнца, ОМОН, чтобы получить образование в области спиритуализма и религии. Хоть вы и никогда не были физически слабым, вы всегда считали, что ваш интеллект – ваша настоящая сила. И вот так просто вас приняли в ученики после некоторых вступительных испытаний. В то же время новости о мировой войне, окружающей границе Абиссонией, были единственным, о чем говорили по радио. ОМОН находился далеко от границ и, вероятно, еще долгое время оставался бы в безопасности даже после того, как разразится война. Вы поняли, что у вас еще достаточно времени, чтобы обучиться в храме, а после покинуть страну, пока не стало слишком поздно. В храме ОМОНа вам был предоставлен выбор изучать различные школы спиритуализма. Изучать божествия Европы, изучать магию восточных святилищ, изучать магию собственной родины. Так, Абиссон, Абиссонские, Абиссони, Абиссония – это как раз-таки деструктивная магия, если, если вроде как, если память не изменяет. Изучать божествия Европы. Я думаю, Абиссония. Поехали изучать магию собственной родины. Звучит хорошо. Вы изучили навык медитации. Вы были талантливы, вас хвалили за быстрое обучение в храме. Вы не были удивлены этим, вы знали, что вы умнее многих местных старых чудаков. Они владели необходимыми знаниями, и как только вы их получили, они стали вам бесполезны. Чем больше времени вы проводили в храме, тем более жалкими жрецы ОМОНа начинали выглядеть в ваших глазах. Религия в целом тоже начала казаться сомнительной после изучения того, как устроен мир. Религия создана для контроля массы, учитывая интересы правящей верхушки. Ее используют для манипуляций людьми больше, чем что угодно другое. Поклонение богам равносильно посвящению всей своей жизни королям и королевам. Вы покинули свой дом, потому что не хотели умирать, сражаясь над чужой войной. Так а зачем вам тратить свою жизнь впустую на служение кому-то? Примерно в это же время вы нашли старый свиток в одной из многочисленных библиотек ОМОНа. В нем упоминалась старая секта практикующих магию, происходящая из восточных святилищ, чье мировоззрение показалось вам более привлекательным. Желтые маги отличались от типичных священников. Вместо того, чтобы посвящать свою жизнь служению, боги сами служили им. Их сила предназначалась для того, чтобы использовать ее для дальнейшего личностного роста и реализации своих планов. Вместо того, чтобы найти порядок в заповедях, изложенных древними богами, желтые маги облачались хаосом. Хаос был естественным состоянием, к которому мир возвращался снова и снова. Так зачем тогда вообще пытаться продвигать что-то другое? Вы покинули храм ОМОНа и решили отправиться на восток в погоне за этими желтыми магами. Вы отправились за пределы своего родного континента, в конечном счете оказавшись на узких улочках восточных святилищ. Вы познакомились с местными храмами. Даже они приняли поклонение Алмеру в качестве своей основной религии. Восточные святилища в этом плане были ничем не лучше храмов ОМОНа. Во всяком случае, религия там до сих пор преобладала в жизни людей, и они жили в соответствии с ней. Вас презирали местные умники и святоши из-за очень громких высказываний. Но вам было все равно. Вы знали, что вы правы. Со временем вера в ваше убеждение помогла вам в тех аспектах, которые вам были нужны. К вам подошла группа странствующих магов, одетых в красочные одежды. Желтые маги, которые все еще существовали в наши дни, были сведены к небольшим отдельным группам, полуждающим по всему миру, чтобы всесторонне изучать магию. Группа увидела в вас потенциал и предложила место. Вам понравилось предложение, и вы решили присоединиться к бродячей группе. В чем... В чем вы будете специализироваться? Изучать основные техники и изучать продвинутую магию? Это вопрос без вопроса. Конечно же, надо изучать продвинутую магию. Очевидно, все знают, что надо изучать продвинутую магию. Но я, интересно, может быть, если я... Я хочу еще потом... Возможно, стоит основные техники все равно учить. Кто его знает, как оно там работает? Основные техники, это, скорее всего, типа, либо я изучу все по единичке, либо я изучу что-то одно на два. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. В любом случае, мы будем много раз переигрывать, мы будем много раз пересобирать персонажа, мы потом соберем идеального себе, если захотим играть за желтого мага. Желтого мага непосредственно. А-а-а-а-а... Поэтому давайте возьмем продвинутую магию. Вы изучили навык раны. Ваш путь обучения и саморазвития не знал границ. Ваши путешествия привели вас в маленький пограничный городок в восточных святилищах. Там вы встретили любопытного человека. Хадиль Азиф, самопровозглашенный маг с далекого востока. Несмотря на его показную внешность, его фамилия Азиф была хорошо известна и даже вызывала некоторый страх в определенных оккультных кругах, что придавало его знаниям, по крайней мере, некоторую достоверность. Он собирал группу путешественников, которые будут сопровождать его в опасном походе. Он унаследовал от своего покойного деда карту, которая, предполагалось, должна была привести его в печально известные подземелья с самого страха и голода. В далеком прошлом они были примечательным местом паломничеств многих начинающих магов и жрецов. Желтые маги, с которыми вы ранее проводили время, тоже рассказывали зловещие истории об этих подземельях. Поначалу вы отвергли слова Азифа только за тем, чтобы следующей ночью вас преследовали самые жестокие кошмары. Что-то звало вас. Вы должны были сами увидеть это место. Вы присоединились к команде, которую Азифу удалось собрать и путешествовали по раздираемой войной Европе. Большая часть команды отстала на полпути из-за рандон... в рандон... из-за того, что... как трудно было пересекать границы в те тревожные времена. Чем ближе вы подходили к цели, тем более беспокойными были ваши сны. Остальные члены вашего отряда были истощены от стресса и потустороннего давления, которое обрушилось на вас в начале пути. Переломным стал тот день, когда вы должны были наконец прибыть в подземелье. Сильный туман обволок ваш лагерь и сделал координацию невозможной. Компас был бесполезен. Он лишь дико вращался по кругу. Далекое рычание и вой вызывали беспокойство. Не то, чтобы они казались опасными, но странная обстановка истечения обстоятельств уже повлияла на участников вашей группы, которые заявляли, что поход был проклят с самого начала. Ваши товарищи запаниковали и разбрелись в тумане. Самого Азифа уже половину пути преследовали постоянные кошмары. Вы оставили его свернувшимся в пузе эмбриона в палатке и рискнули пойти дальше одним. Дальше один. Ну ладно, бывает. Пройдя некоторое время, вы начали что-то различать за густым белым туманом. В тумане виднелись какие-то сооружения. Вы добрались до старых развалин, теперь больше походивших на жалкую груду щебня. Если бы не ужасная аура, исходящая из глубины руин, вы бы и не подумали, что в этом месте вообще есть что-то примечательное. Рядом с аркой главного входа располагалась импровизированная археологическая площадка с палатками и шахтерским оборудованием. Она выглядела заброшенной. С другой стороны был боковой вход в подземелье с лестницей, ведущей вниз во тьму. Так. Это же... Это как... Это напоминает мне как начало первого ференхангера, где ты можешь зайти в главную, где можешь налево. Так, ну смотри, сначала мы осмотрим паил палатки. Блин, а здесь есть устремиться? Блин, я хочу устремиться. Какой из этих вариантов устремиться? Я думаю, осмотреть палатки это не устремиться, но я хочу осмотреть палатки. Если бы я оказался в такой ситуации, я бы осмотрел палатки первым делом. Ну это типа же, ну... Это же... Ну мать твою, это... Отче наш. Ладно, осмотрим палатки. Место археологических раскопок казалось относительно свежим. Скорее всего, ему пара лет, не более. Никаких признаков присутствия людей. Те, кто обустроил это место, давно покинули его. Все документы и отчеты были написаны на Бременском, так что вы не смогли понять, что именно искали эти люди. Возможно, это была обычная археологическая экскурсия, которая по незнанию привела их к неминуемой гибели. Если это действительно подземелье страха и голода, то даже в их нынешнем состоянии они наверняка поглотили бы неподготовленных туристов. Рядом с аркой главного входа располагалась импровизированная археологическая... Да, да, все-все, это то же самое. Направиться к боковому входу. Вы осторожно спустились по скользкой лестнице только для того, чтобы обнаружить провал. Коридор полностью разрушился, и, казалось, обойти яму было невозможно. Под обломками был погребен старый скелет в средневековых кожаных доспехах, раздавленный тонной камней. Вы не хотели, чтобы вас постигла та же участь, что и скелета, поэтому вы вернулись обратно. Понятно, здесь как бы выборы без выбора. Так, направиться к главному входу. В тот момент, когда вы ступили в подземелье, вы почувствовали сильную потустороннюю силу. Вам стало ясно, что это место может ввергнуть любого обычного человека в безумие и истощение всего за несколько часов. Нужно было действовать быстро и эффективно. Несмотря на то, что день был очень ясным, тьма словно поглощала весь поступающий внутрь свет. Вы зажгли факел. Вы стояли в вестибюле подземелья, и слева от себя вы увидели дверной проем, ведущий в помещение, похожее на кухню. Перед вами была маленькая комната со старой деревянной мебелью, а дверь справа от вас была закрыта. Проверить кухню, конечно же. Это реально... Это как будто начало Фиренхангера. Проверяем кухню. В комнате вокруг большого деревянного стола, покрытого паутиной и старыми пятнами, стояли маленькие табуретки. В конце комнаты находилась старая кухонная секция, и по полу были разбросаны столовые приборы. В другом углу стоял ряд деревянных бочек. Проверить деревянные бочки. Конечно же. Возможно, когда-то в бочках хранилось продукты питания, но это было сотни лет назад. Там больше не было ничего полезного. Внезапно вы услышали громкие стуки и виск, доносящийся из вестибюля. Адреналин бурлил вас, когда вы побежали назад, чтобы посмотреть, что именно было причиной шума. Закрытая дверь срывалась с петель. Что-то большое пыталось пробиться через нее. Чем бы оно ни было, оно издавало нечеловеческие звуки в промежутках между ударами о дверь. Спрятаться на кухне. Спрятаться в комнате перед вами. Подождать и посмотреть, что это такое. Это явно члена... члена демон. Спрячемся на кухне. Классическая пряталка на кухне. Спрятаться на кухне. Вы быстро забежали внутрь кухни и сжались в углу, где вас не было видно. Но сами вы могли наблюдать. Дверь с грохотом распахнулась. Вы увидели темный силуэт гигантско уродливого существа, вывалившегося из открытого дверного проема. Существо издавало булькающие звуки, медленно направляясь в другую комнату. Вы воспользовались этим шансом, чтобы проскользнуть мимо твари в темный коридор, откуда она впервые появилась. Только существо явно привыкло к темноте, поскольку почувствовало вас тот момент, когда вы вышли из своего укрытия. Вы бросились в неведомую тьму, не раздумывая ни секунды. Вы бежали так быстро, как только могли, каждым шагом увеличивая расстояние от существа. В темноте было мало что видно, но ваше внимание прилег в дверной косяк, сквозь щель, от которого пробивался свет. Вы рывком распахнули дверь и, спотыкаясь, вышли в заросший двор. Быстро оглянувшись на темный коридор. Вы заметили, что зверя нигде не было. Вы решили, что последние лучи заходящего солнца все еще сдерживают его. Вы воспользовались передышкой и медленно пошли через двор. Трава приобрела болезненно желтый цвет, а заходящее солнце отбрасывало зловещие тени, когда его лучи падали на одинокую виселицу, стоящую в центре двора. Это реально вот фиренхангер прям старт. Когда вам удалось собраться с мыслями, вы поняли, что в вашей голове эхом отдается чей-то голос. Что-то или кто-то звало вас из глубин этой заброшенной крепости. В этом голосе было что-то очень любопытное. Вам нужно было найти его источник. У вас не было выбора, кроме как отправиться глубже, поскольку солнце быстро садилось, лишая вас последнего барьера, сдерживающего кровожадного зверя, прячащегося в тени. Внутренний двор вел к другой двери во тьму. Вы продолжили движение. Вы были в главном холле подземелий. Зал был огромным. Слева от вас была уборная, справа длинный коридор, ведущий в полную темноту, а перед вами уходила наверх большая лестница. Главный холл подземелий, зал был огромным. Проверить уборную. Давайте по порядку, честно говоря, если я же все здесь делаю, то давайте начнем с проверки уборной. За счет чего там спрячемся, как обычно. В говне утонем. Проверим уборную. Ваш факел осветил ряд старых грязных сидений в туалете. Старые пятна крови были смешаны с чем-то похожим на семя. Вы спросили себя, зачем вы обратили внимание на такую мелкую деталь? Да, прыгнуть до Русортира, я помню там. Ха-ха-ха. Вернуться в холл. Да, в уборной только говно с Саниной и Кам. Нет, а можно как-то было все время прыгнуть, но я вот все не хотел вернуться в холл. Ни разу не хотел прыгнуть туда, а вот как вернуться в холл. Вы были в главном холле подземелья, зал был огромным, та-та-та-та-та-та-та. Давайте проверим лестницу. А перед вами уходила наверх большая лестница. Ладно, давай проверим лестницу. Широкая лестница вела к старому жертвенному алтарю Алмера с распятым на нем скелетом. Передом с алтарем был еще один путь, ведущий вглубь крепости. Посмотреть алтарь. Алтарь представлял собой типичное ритуальное распятие, используемое для поклонения Алмеру, Вознесенному. Жертву возлагают на крест, и ее кровь медленно вытекает в течение нескольких последующих дней. Традиционно такие ритуалы используются для защиты. Алмер должен был следить за ближайшим окружением до тех пор, пока кровь стекала по кресту. Последней жертвой, которой увидел этот крест, должно быть, был этот скелет. С креста больше не капала кровь, так что и защиты от Алмера не могло быть. Проверить новый путь. Путь представлял собой узкий коридор, грубо сложенный из бесформенных кирпичей и камней. За время пол успел провалиться в некоторых местах, но вы могли с легкостью перепрыгнуть через дыры. Перед вами открылась большая комната, комната выделяла своим изысканным декором, спиральной плиткой на полу и множеством книжных шкафов, заполняющих стены. В южном углу комнаты был небольшой дверной проем, окутанный тьмой. Северный угол был обветшалом с провалившимся потолком. Проверить дверной проем. Ваш факел медленно осветил маленькую комнату и обличил деревянный письменный стол с выдвижными ящиками. Ковер, который, судя по узорам, был из восточных святилищ и частично съеденный труп, который, по-видимому, принадлежал археологу из экспедиции. Обыскать тело Труп принадлежал одному из искателей приключений, которые вошли сюда с археологической экспедицией. По крайней мере, на это намекал его наряд. Традиционный наряд сафари, который вы видели в фильмах. Кто-то или что-то пожирало тело, по всему туловищу и шее были следы укусов, похожие на человеческие. Обыскав его карманы, вы нашли табак, синий флакон и ключи от тюрьмы. От частично съеденного археолога доносились слабые стоны. Труп пытался подняться на ноги и когда он, спотыкаясь, поднялся, его внимание переключилось на вас. Медленно, шаг за шагом, Гуль приближался к вам с неестественно раскрытым ртом. Он очень медленный и тупой, поэтому проигнорируйте его и вернуться в вестибюль. Да, обычно с ними даже нет смысла драться. Проигнорируйте его и вернуться в вестибюль. Вы попятились из комнаты, но Гуль продолжал преследовать вас. Вы осторожно перепрыгнули обвалившийся пол в коридоре, ведущем в библиотеку. Существо было не таким проворным и вместо этого упало лицом в землю, когда споткнулось о щепень. Гуль провалился в глубокую яму, не в силах подняться обратно, а в отчаянии он пытался дотянуться до вас своими окровавленными руками. Гульоши рычания превратились в взволнованные вопли, пока он яростно пытался хоть как-то ухватить вас. Все выглядело так, будто существо застряло. Вы решили, что вам лучше пока просто уйти отсюда и исследовать другое место. Вы были в главном холле подземелья и зал был огромным. Пошли проверим коридор. Если у меня память не изменяет, то ключи от тюрьмы как раз таки в коридоре и реализуются. Поэтому просто идем в коридор. Я просто помню лобу Пиренхангера 1, поэтому просто по памяти шарахаемся проверить коридор. Ваш факел медленно разгонял тьму по мере того, как вы двигались навстречу неизведанному. Чем дальше вы забирались, тем сильнее становился голос в вашей голове. Вы не могли четко разобрать слов, но вы определенно двигались в нужном направлении. За ржавыми железными прутьями открылась комната побольше. Ваш факел осветил человекоподобные фигуры, которые неподвижно стояли прямо за пределами света. Это ворон уже, да? Да, это ворон, скорее всего. При ближайшем рассмотрении вы заметили, что эти фигуры средневековые железные девы. А нет, это просто там, просто пыточная. Приспособление для пыток в форме человека, которые использовались на практике, судя по старым пятнам, образовавшимся от стекающей крови бывших жертв. В комнате также было множество других приспособлений для пыток. Большинство из них, вероятно, уже не используются в наши дни. Среди них вы увидели старый укрепленный сундук в задней части комнаты. Вы обнаружили коридор, ведущий к камерам. Давайте проверим сундук, но вообще как бы здесь такой заброшенная фигня, что этот сундук никто не лутал, это просто смеха панорама. Проверим сундук. Сундук выглядел старым. Насколько вам известно, подобные сундуки делали еще в средневековье. Когда вы попытались открыть его, вы поняли, что замок все еще полностью функционирует. Вам не открыть его без ключа. Вы почувствовали, как по камере пробежал холодный сквозняк. Он, казалось, вел вас в коридор в конце комнаты. Проверить темный коридор, конечно же. Позади вас послышались громкие скрипы и стоны. Что-то большое только что вошло в холл. Вы решили, что это должно быть был тот уродливый археолог. Солнце, видимо, уже зашло, что и позволило существу пройти через внутренний двор. Существо, должно быть, учуло ваш запах поскольку его шаги явно ускорялись. Вы должны были действовать быстро. Вам открылся вид на длинный коридор с множеством камер по обе стороны. В конце коридора лестницу ниже переграживала толстая решетка. Старый ржавый замок преграждал вам дальнейший спуск во тьму. Проверить ворота в конце коридора. Проверить камера. Проверить ворота в конце коридора. Мы бежим вниз, как собаки последние. Вы услышали, как существо разгромило соседнюю камеру пыток. Оно шло за вами по пятам. Вы не могли разглядеть его в темноте, но чувствовали его ярость, направленную на вас. Ворота были заперты на усиленный замок. Вы пытались сохранять хладнокровие, надеясь, что тюремные ключи сработают. Зверь уже готовился наброситься на вас, когда вы открыли ворота и проскользнули внутрь всего за несколько секунд до того, как уродливый монстр врезался в решетку. Сука, аж напруга уже. Существо яростно пыталось дотянуться до вас, создавая низкие хрюкающие звуки из своего распухшего горла. Рутья и ворота оказалось пока сдерживали зверя, но вам не хотелось оставаться и проверять, сможет ли эта тварь в конце концов проникнуть внутрь. Вместо этого вы спустились по лестнице еще глубже в темноту. Вам в голову пришла мысль, если тьма превратила этих несчастных их в безмозглых тварей, значит вас ждет та же самая участь, если вы пробудетесь здесь слишком долго. Чем глубже вы спускались, тем более липкой становилась лестница от застарелой запекшейся крови. Воздух был спертым и пахнул гнилью. Голос в вашей голове стал громче. Вы не могли разобрать ни слова, но он определенно взывал к вам. Глубже. Было ясно, что вы должны были спуститься глубже. Вы вошли в огромную камеру, полную частично погребенных скелетов и валяющихся повсюду разлагающихся трупов. Пол покрывал толстый слой засохшей крови и грязи, которые годами скапливались на стенах камеры. Каждый ваш шаг эхом отдавался на безумную высоту. Потолка камеры не было видно, стены просто уходили ввысь во тьму. В комнате было две лестницы, которые вы только что пришли, в то время как другая вела вглубь. В середине камеры стояло довольно новое на вид деревянное приспособление. Я не очень понимаю, на самом деле, где я сейчас нахожусь. довольно новое на вид деревянное приспособление. Что это за приспособление такое? Где я? Твоя? Что я? Чувствую я, что любопытные варвари на базаре нос оторвут, но... Посмотрю устройство. Вы не замечали зияющую дыру в центре камеры, пока они подошли ближе и ваш факел не осветил пол. Вокруг него было построено деревянное сооружение, как своего рода грузовой лифт. При необходимости оно могло поднимать, опускать предметы и людей. А, да господи, это вот и так жижная камера, короче. Само хитроумное устройство выделялось только тем, что не было испачкано кровью и грязью, как все остальное. Судя по оборудованию вокруг, лифтом должно быть пользовалась та же археологическая экспедиция, которая установила палатки снаружи. Вы могли бы и сами воспользоваться этим приспособлением, если бы у вас была с собой веревка. Помните, было две лестницы, одна вела на поверхность, с которой... Да-да-да-да-да-да. Спуститься по лестнице, осмотреть груды тел. Интересно, а ли этот волшебник до сих пор здесь тусит? Давайте осмотрим груды тел. Реально, это интересно. Я же теперь желтый маг? Если я желтый маг, то с этой, с головой, я скорее всего смогу как-то поговорить. Возможно. Возможно. Смотрим груды тел. Большинство тела излагались здесь в течение сотен лет. Одни тела выглядели свежее, чем другие, которые успели превратиться в голые скелеты. Такое нелепое количество трупов действительно вызывало вопросы о назначении этой камеры. Но вокруг не было никого, кто мог бы дать ответы, так что вы просто приняли все видение, введенное к сведению. Так, все, идем вниз. Спуститься по лестнице вниз. Лестница, ведущая вниз, стала липкой от грязи, как и все остальное в этой комнате. Холодный сквозняк привелся к пропасти, ждущей вас на дне. Перед вами открылся гигантский подземный овраг. Даже ваш факел не смог должным образом осветить это место. Вы видели некие платформы из железных прутьев, подвешенные над, казалось бы, бездонной пропастью. Платформы были установлены на стенах пещеры и соединены между собой шатким на вид мостом. На стороне, на которой были вы, находились несколько отдельных тюремных камер, расположенных в ряд. То, что ожидало по другую сторону, было окутано тьмой. Блин, я реально играю в Fear and Hunger 1, только текстовый. Чё-то здесь очень долгое, долгое за это, запрягание. Я как-то... А как я... Блин, мне вообще должны были создать персонажа, и я его должен был сохранить и пойти поехать играть. А у меня здесь прям всё, блин, к чертям собачьим с нуля. Я потом боюсь мне это всё переигрывать, и я уже расстроенный сижу. Ты почти прошёл игру. Да, походу прошёл, да, реально. Так, проверим тюремные камеры. Я помню, что там... Я помню, что там ничего не было. Так, проверим тюремные камеры. Вы попытались открыть двери камеры, но все они оказались запертыми, некоторые замки были слишком ржавыми, чтобы даже функционировать должным образом. Казалось, что проникнуть за решётки было невозможно. Не то, чтобы вы пропустили что-то важное, в свете факела были видны обычные тюремные принадлежности, такие как ведра для мочи, цепи и некоторые черепа, принадлежавших предыдущим обитателям. Перед вами открылся гигантский подземный овраг, да-да-да-да-да-да-да-да. Так, идём дальше, идём дальше, я знаю, что проверить. Так, пройти по мосту. Пройти по мосту. Вы осторожно подошли к мосту, даже малейшее воздействие на него заставляло болты и гайки падать в бесконечную глубину. Вы храбро преодолели этот мост. Казалось, что мост вот-вот упадёт в любой момент, но он каким-то образом остался цел. Другая сторона ущелья была примерно идентична той, откуда вы пришли. Вы увидели три камеры, идущие в ряд. В конце платформы есть коридор, ведущий из ущелья обратно на твёрдую землю. Давайте проверим тюремные камеры сначала. Все камеры были заперты, одна из них всё же привлекла ваше внимание. Внутри находилось огромное голое существо, оно выглядело как человек, но было, наверное, под два с половиной метра ростом. Верхняя часть тела существа была окутана тьмой. На мгновение вам показалось, что существо всё ещё дышит, но вы решили, что так, должно быть, отражается свет факела, создавая иллюзию, безусловно. Э-э-э-э-э. Несмотря на это, вы ушли так тихо, как только могли. Вы... Понятно, там... Так, пойти в коридор. Коридор вывел вас на небольшой перекрёсток. Слева от вас была дверь в маленькую комнату, а справа коридор, уходящий глубоко во тьму. Давайте проверим маленькую комнату. Комната выглядела так, словно принадлежала офицеру. В ней было множество стеллажей с оружием, расположенных рядом с пустыми полками. В задней части комнаты стоял деревянный письменный стол, у которого стояло впечатляющее кожаное кресло с откидной спинкой. Так эта штука справа была, а не слева. За письменным столом вы заметили маленький железный сундук и что-то похожее на ржавый рычаг. Проверить сундук. Проверить оружейные стеллажи. Да, конечно же. Нет, давайте сначала сундук проверим. Сундук был закрыт на толстый и прочный на вид замок. Должно быть, он таковым и является, поскольку воры и расхитители до сих пор не смогли его открыть. Вы пытались взломать его силой, но безуспешно. Если все воры за последние несколько сотен лет отказались от вскрытия, очень маловероятным представлялось то, что именно вы смогли бы его открыть. Пактаж, да. Вы слышали, как взалеке гремят цепи у пропасти? Черт. Похоже, что шум, вызванный вашим брождением, привлек что-то или кого-то. Нет, 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 нет. Так, проверим рычаг, сходим. Мне же надо... Мне на самом деле, спройдешь ради, мне и рычаг-то здесь проверять не надо. Хотя, ну, как бы по чесноку это же подземелье, только проюзанное уже много лет спустя. Этот рычаг включает лифт, который... Ладно, проверим рычаг. Это выглядело, как механический рычаг, используемый для управления чем-то. Вы пытались повернуть его, но он застрял, он не двигался ни на сантиметр. Любопытная вещица, но его предназначение, судя по всему, останется для вас неизвестным. Из ущелья донесся громкий скрип. В подземельях царила мертвая тишина, если не считать небольшого шума, исходящего от ваших шагов по офицерской комнате. То, что до сих пор обитало во тьме, услышало их громко и четко. Ну вот, понятно, меня сейчас будут убивать. Я хочу спрятаться. Вернуться в коридор, он же меня сейчас тут будет в коридоре просто убивать. Ладно, давайте вернемся в коридор. Мне страшно. Мне нафиг не нужен стол, тут же написано на другом языке. Все, вернуться в коридор. Коридор вывел вас на небольшой перекресток. Слева от вас была дверь в маленькую кунду, то справа в коридор уходящий. Так, направиться глубже во тьму. Вот. Ваш факел разогнал тьму. Свет отразился от одинокого скелета, прикованного к стене. Коридор вел обратно к огромной пропасти и ее подвесным платформам. Решучатый железный мост, соединявший две стороны, полностью обрушился с этой стороны. Вы заметили веревку, привязанную к платформе. На другом конце веревки вы увидели труп, принадлежащий археологу из экспедиции. Этот человек, по-видимому, повесился сам. Ужасы подземелья должно быть оказались для него непосильными. Поднять труп. Ой, он окажется явно зомби. Посмотреть ущелье. Вы увидели смутное очертание в темноте. Платформы, казалось, продолжались и на другой стороне. Одному богу известно, насколько глубоко тут на самом деле успели докопать. Решучатый железный мост, соединявший две стороны, полностью обрушился с этой стороны. Блин, я не знаю, но давайте труп попытаемся как-то. Либо поднимем труп. Вы вытянули труп. Вы были правы в своей оценке. На человеке была современная одежда, похожая на оценку типичного западного археолога. У этого человека не было ничего ценного, однако вы все же нашли веревку. Так, возвращаемся. Ваши шаги были единственным звуком, мэхом отдававшимся в воздухе, не считая случайных капель воды, падающих вдалеке, когда возвращались. Справа от вас дверь была в маленькую комнату. Справа от вас была дверь в маленькую комнату, а перед вами представлял обширную зону с множеством говерд в тюремную зону. Вернуться в темный коридор. Ваш факел свет отразился от одного скелета приклонно к стене. Коридор ввел обратно к огромной просе и ее подвесным платформам. Так, подожди, не-не-не, вернуться назад. Я не то делаю. Вернуться назад. Так, проверить клетки, подойти к маленькой двери. Так, подойти к маленькой двери. Вы стояли на решетчатой железной платформе, которая была подвешена на темном ущелье, открывшемся под вами. Мост, соединяющий платформу с другой стороны, полностью рухнул вместе с вороном. На той стороне, на которой вы находились, было несколько отдельных тюремных камер в ряд лестницы обратно наверх, откуда вы изначально пришли вернуться на вертний этаж. Когда вы поднимались обратно, вы снова услышали эхо в своей голове. На этот раз вы едва могли разобрать некоторые слова. Глубже, ты должен спуститься глубже. Правильный путь должно быть где-то в кровавой камере. В комнате было две лестницы, одна вела на поверхность, с которой вы только что пришли в то время, как другая вела вглубь. В середине камеры стоило довольно новое на вид деревянное приспособление. Так, осмотреть устройство. Деревянное сооружение было построено вокруг, зияющей дыры, в земле. Оно использовалось как своего рода грузовой лифт. При необходимости оно могло поднимать и опускать предметы людей. Само хитроумное устройство выделялось только тем, что не было испачканно кровью и грязью, как все остальное. Судя по оборудованию вокруг, лифтом должно быть пользовались те же архивы. У меня использовать веревку. Мы крепко привязали веревку к деревянным балкам и бросили другой конец вниз, в яму. Мы почувствовали холодный сквозняк, веющий с глубины снизу. Мы направились вниз. Вы спустились в клаустрофобную кровавую яму. Просторы ямы открылись перед вами, раскрывая область, даже более большую, чем овраг наверху. Под развалинами крепости находилась огромная пещера. Веревка заканчивалась на верхушке обломков. Железная клетка рухнула на каменистую землю из ямы, из которой вы выбрались. Какой-то лифт. Излишне говорить, что он больше не функционировал. Вы стояли на твердой земле, рядом с обломками. Пещера была огромной, даже при свете факела вы стояли посреди тьмы, без каких-либо сооружений, кроме лагеря, с парой палаток и археологическим оборудованием. Проверить территорию лагеря. Когда вы подошли к палаткам, вы заметили, что лагерь пустует. Команды археологов тут нет. В лагере бок о бок стояло несколько палаток, открытые ящики с шахтерским оборудованием и импровизированный стол, заваленный различными документами, разбросанными по нему. За лагерем вы нашли еще более крупное место раскопок. Проверить палатки, конечно же. В первой палатке были разбросаны спальные мешки и одежда. Среди бесполезного хлама вам удалось найти пять спичек. Вторая палатка была в основном такой же, за исключением того, что внутри лежала коллекция археологических находок. Однако, после вашего первоначального удивления, вы заметили, что эти находки всего лишь заурядные артефакты. Осколки разбитых вас и другие бесполезные безделушки. Среди хлама вы нашли орнаментированный фонарь. В лагере бок о бок стояло несколько палаток. Открытые ящики с шахтерским оборудованием та-та-та-та-та-та-та. Так, ознакомиться с документами. Скорее всего, я опять прочитать не смогу, потому что непонятный язык, но все же. Документы были написаны на Бременском. А-а-а! Так что вы не смогли их понять. Среди них было несколько официальных на вид бумаг, которые наводили на мысль, что приказы об экспедиции сходили от какого-то бременского чиновника, может быть, от самого Кайзера. В подчете был задокументирован каждый предмет, найденный на месте раскопок. Фотографии найденных предметов выгравированы на бумаге. По большей части предметы выглядели обыденно, но на всех них была уникальная резьба, которую вы никогда не видели. Они не соответствовали ни одной культуре, о которых вы знали. Один документ особенно заинтересовал вас. На нем был набросок кубического предмета с вырезанными по всему корпусу различными орнаментами и символами. О-о-о! Это куб Глубин! Что-то в этом предмете подняло ваши волосы дыбом и вызвало тошноту. В этом кубе, без сомнения, было что-то особенное. Так, пойдем осмотрим экскавейшн сайт. Отправиться на место раскопок. Место раскопок было больше, чем выглядело изначально. Площадка расширилась до ближайших скал с деревянными платформами, ведущими вниз в темную пропасть. Спуститься по деревянным платформам. Кстати, о грустном. А ты помнишь свой номер ICQ? Конечно, 118. Сегодня сервис официально прекратил работу. Да правильно, нахер! Говно старое, ненужное, и никто им не пользовался. Слава богу, что он сдох. Я не знаю, что по нему скорбить. Пошел он нахер. Спуститься по деревянным платформам. Вы спустились в темную глубину. В вашей голове вновь раздался голос. Заблудшая душа. Разве ты не слышишь, мой зов. На этот раз слова были хорошо ясны. Хорошо. Хорошо. Наконец-то. Голос становился все более отчетливым. Археологическая команда докопала до глубины и обнаружила то, что должно было оставаться скрытым. Помочетливо виднелись древние сооружения, выступающие из каменной поверхности. Сооружения выглядели почти как останки древнего города. Деревянные платформы доставили вас прямо к ним. А рядом была установлена лестница, ведущая прямиком в нечто похожее на храм или другое место поклонения. Вы поднялись по ней. Большая часть храма обветшала за время, но на стенах все еще можно было заметить несколько фресок, изображавших ритуалы и богов, известных в наши дни. Неизвестных в наши дни. Даже если вы уже видели что-то такое же большое мельком, масштаб здания успел произвести на вас впечатление. Это было не похоже ни на что, что вы когда-либо видели. Восточные святилища, ОМОН, Абессония. Все они бледнели в сравнении. Голос вашей голове становился все громче. «Сюда!» 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 Вы раскапывали завалы голыми руками. Вы отбрасывали деревянные конструкции и камни. И вот он, источник голоса. Обожженная и сохшая голова. Отрубленная, если точнее. «Да есть же! Башка! Башка, мой брат! Башка! Да есть же! Альнахр... Альназр... Альз... Альж... Как же его зовут? Короче, Башка! По его лбу шли длинные морщины. На месте его глаз были темные пустые глазницы. Единственной растительностью на голове были длинные усики под большим носом. «Да есть же! Нашра!» «Да, Назра, Назра, Назра!» «Я не ожидал, что такой червяк, как ты, проберется так глубоко в подземелье. Но я приму то, что есть. В конце концов, всё, что делают дождевые черви, копают». «Твоя одежда...» «Может быть, у тебя действительно в голове есть нечто больше, чем верблюжий харчок?» «Ты желтый маг или кто?» «Да есть же!» «Иди... Гу... На этот раз горгород, сука, огребает!» «Вы подтвердили мысли этого обезглавленного чудака». «Понятно. Вот почему такая жалкая личинка, как ты смогла услышать мой зов». «Очень хорошо». «Поди передо мной на колени, ибо я твой хозяин, Назра!» «Гибель и ужас современного человека!» «Это имя, Назра, имя, которое вы не ожидали услышать, имя, которое даже желтые маги произносили только в самые темные часы ночи. Назра, предвестник огненной гибели, Назра, несущие разрушения, Назра, гибель и ужас современного человека. Великий волшебник из восточных вести святилищ носил много имен». «А ты в первой части его в пати не брал?» «Нет, я не проходил за... эээ... тощего». «Он, ваш настоящий учитель, ибо этот обезглавленный волшебник был тем, кто породил желтых магов и их идеологию. Правда, это произошло более тысячи лет назад. Вести я Назра не было уже как пятьсот лет. «Ты счастливый, засранец. Точно счастливый. И есть человек, с которого я хочу содрать кожу заживо. После этого я хочу вырвать его хребет. Это личинка! Он безвольно падет передо мной!» «Ваш хозяин, похоже, был в курсе всех недавних событий, произошедших в мире за время его отсутствия. У него было задание для вас». Как желтый маг, вы должны были следовать собственным амбициям и выгоде. Но вы могли многому научиться у этого смертоносного волшебника, что могло бы значительно расширить ваше знание о темной магии. Вы решили подыграть ему, вы были уверены, что этот ужас современного человека тоже прекрасно задумлен о ваших целях. В конце концов, это обычное отношение между желтым магом-мастером и его учеником. Вы должны были отправиться в маленькую страну в Восточной Европе вместе с обезглавленным волшебником в город под названием Прехевил. Ваш учитель предвещал события космических масштабов. Звезды сошлись для того, чтобы произошло что-то великое, что-то, что изменило бы ход событий в мире навсегда. Голова намеренно опустила детали своего рассказа, но это вас мало обеспокоило. Вы только что запрыгнули в самое пекло потустороннего мира. Вы не могли просить о большем. Располагая этим небольшим объемом информации о поставленной задачи. Как вы подготовились к поездке? Запастись магическими товарами, медицинскими препаратами, запастись едой? Конечно, магическими товарами. Еду я найду на полу. А башку кормить не надо. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Башка пошел нахер. Хе-хе-хе. Он бессмертный. Так что запастись запастись магическими товарами? Наверное. Ну и будешь жрать говно. Да ладно, чуть-чуть нароем. Че-то как это? Хм. Да, магическими товарами. Вам удалось найти два мешочка с табаком и концентрат лаванды. Вы чувствовали напряжение с того момента, как отправились в это путешествие. Каждую ночь вы видели кошмары об ужасах, которые ожидают вас в Прехе Вилле. Какой бы ни была цена, возможность была слишком интересной, чтобы ее упустить. Со смешанными чувствами вы продолжили движение вперед. Сохранить историю персонажа. Вау! Это реально был все! Это реально была предыстория! Сука, ты гонишь! Час! Час, твари! Вау! Так, я пошел поставлю чайник. Вау! Так, ладно. Да, конечно, мы сохраним историю персонажа. Судя по всему, судя по всему, я буду путешествовать с Назрой. Это очень круто. Я хочу сохранить какой файл. Пропустить вступление. Подождите, а какое вступление? Ты вначале выбрал вариант предыстории с текстовым квестом. Если выбрать без текста квеста, то будет выбор навыков как первой части вроде как. А, понял. Все, ну хорошо. А, ну хорошо, я буду по-другому. Так. Пропасти вступление. Нет, конечно. Разбавляю, ты прошел создание персонажа. Ну я, кажется, очень хорошо создал. Если я правильно создал, если я реально путешествую с Назрой, это будет просто супер-мега круто, потому что, потому что это прям очень сильно облегчит мне жизнь. до момента, когда сильно не облегчит, но не суть, важно. Так, пропустить вступление? Нет. Так, девочка нарисовала пентаграмму и убежала. Ты чё, тварь? Вам кажется, кто-то наблюдал за вами, пока вы спали. В вашей голове эхом раздаются голос обезглавленного волшебника. Сейчас мы находимся в его радиусе действия. Лучше не подведи меня сейчас. Ох ты ж, мать твою. Я играю. Я умею. Поехали. Так, ты кто? Это боксер? Кудрявый мужчина. Симимасен! Спит. Нет ответа. Так, чё это у нас здесь за бумажка? Клерк, простите меня. Симимасен? Нет ответа. Все спят. Старая брошюра. На ней нет ничего интересного. Сундук взрываем. Вы обыскиваете багаж. Вы нашли синий флакон. О, легчайшая для величайшего. Тут всё ещё старые брошюры. Ничего особенного. Багаж, багаж. Круто чемодан, но без присмотра. Сейчас я покажу вам, как дверь не открывается. Похоже, она закрыта с другой стороны. Так, мне, наверное, налево, поэтому сначала я дёрну направо. Сейчас я покажу вам, каково это оставлять в Сапсане. Тоже старая брошюра? Вещи без присмотра. Через окошко вагон выглядит непроглядно чёрным. Блин, уже даже как-то интереснее, чем раньше. Так, о, синий флакон. Кусочек мела. О, отлично, можно погрызть. Орнаментированный фонарь. Это, типа, местный факел, что ли? Так, где эта маленькая девочка? Стена из чемоданов, что-то не так. Прямо только чемоданы. Блин, да дай ты... О, я вижу. Ты чё, сука? Э, я видел тебя. Мастерская. Так, натиратель. Сука, что за херня? Ты, я искал тебя везде. Валим отсюда. Что происходит в твоей голове, раз ты думаешь, что можешь сбежать? Ты не понимаешь, как мы спешим? Не понимаю. Глаза надзирателя вылазят из орбит по мере того, как его урожение напрягается. Никто и не ожидает, что ты поймёшь. Ты просто ёбаный тупой человек. Теперь тащи свою жопу обратно к рабочему стулу. Угу. Это твой последний шанс. В следующий раз ты получишь наказание. Угу. Так. Думаю молча, думаю молча согласимся с тем, что нам надо что-то делать. Кажется, кажется это Стив Джобса, я на заводе, да. Я в принципе так себе представляю условия труда в каком-нибудь в Китае. Примерно так вот. Так, молча. Займись делом! Нам скоро сдавать работу! Если мы её не сделаем, мне придётся вырезать следующие кубы из твоей кожи! На что глазишь? У него сзади у него как в этого, как в Хеллрайзере растянута кожа. Угу. Ты не видел слоя на амазоновских складах? Да, походу это он. Тут не на что смотреть! Глаза на кубы! За работу! Или я вырву эти глазки из твоего красивого личика! Подожди, а что это за девочка? Девушка в розовом. Это же не девочка. Девочка стала фиренхангером. Не надо мне грязи. Используй закладку чтобы собирать кубы. В вашей голове хам раздаются голосы безглавного волшебника. Ты отстала или что? Какого чёрта ты играешь в эти детские... Так. О, отлично я собрал куб. Предлагаю пособирать кубы. О, идеально. Девушка в розовом пытается предоставить твое внимание. О, я стука кубов надел? Блин, я чувствую. Наконец-то я занят производительным трудом, а не стримерством. я чувствую что я как-то продвинулся дальше как человек что ли. Приятно что-то создать. Валим за ней. Так, а можно сохраниться? Ну да, это мы собрались. Сука, не успел даже и пара шагов сделать. Я уже умираю. Навыки тела 100-125 три глаза навыки. Поговорить с группой убежать медитация. Сильнее процедание дергать время защиты чтобы получить дополнительные очки концентрации в следующем ходу. Создайте разрушительный вихрь сконцентрированных чувств боли и ненависти требуется одну очку концентрации. Так убежать атака надзиратель мошонка можно ему по пенису дать как обычно защита плюс предметы экипировка экипировка ой это я аксессуары безглавный волшебник а че это кстати есть какая-то сила которая отражает магические отражает магические атаки они у меня матяж желтого мага так чувствую я пора что это за ересь там ладно навыки раны требуется одночку концентрации подожди а у меня есть убежать давайте убежим от него убежать грубо пытаться сбежать ой сука какой же он быстрый а вот у меня ж поднажать поднажать так ну давайте еще раз убежим так шифт здесь у всех навыки убежать я от него валю просто да сука беги вот у меня стамина я свалил куда-то ваша голова раскладся вам кажется будто вы сходите с ума где я вашу мать подожди это стол богов куда я забежал где я что я вообще кто я ты кто такой вытащил вас из этого мерзкого места. Вы собирались глубоко запрыгнуть в эту кроличью нору. Теперь вы в безопасности. Под прекрасным зеленым оттенком... луны. Так, что происходит? Так, но он меня, судя по всему, в какой-то план перенес. Так. Это тот самый чел, которому служит Pocket Cat, кому служит Медуза. Судя по всему, на самом деле, если так вот ретроспективно взять прошлую игру, сейчас же у нас, типа, все дела, мы принятараканили девочку, девочка стала богом Фиренхангер. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Он сейчас 100% один из главных, одной из главных действующих лиц, и, возможно, это даже кто-то главный, кто-то хороший, кто-то добрый, кто его знает. Что происходит? Я здесь, чтобы объяснить. Объяснить ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Объяснить вам великую возможность, которая выпадает раз в жизни. Поскольку наши слова никак не могут дойти до моего хозяина, я говорю от его имени. Понятно, ты медиум Таинственного Бога Луны. А кто мой хозяин? Давайте пока скажем, что он обманщик. Архер. Лунный Бог-обманщик. Вы знали это. А я? Можете звать меня Перкеле. О, игра от Фина, кстати. А тут Перкеле. Я всего лишь покорный слуга Его Небесного Величества. Добро пожаловать в Финляндию. Блин, может быть, все-таки не стоит ехать в Финляндию. Перкеле, Перкеле. Имя вам знакомо, но вы не уверены, где слышали его раньше. Вы мечтатель. Он мечта. Мой хозяин пригласил 14 из вас присоединиться к нам на этом юбилее космических масштабов. 14 кандидатов, но только один настоящий победитель. Фестиваль термины грядет. Термина? Вы, наконец, вспомнили, где слышали имя Перкеле. Божество часто связывается с так называемым фестивалем термины. Информация о фестивале смутная, но часто ассоциируется со временем великих потрясений. В истории было много массовых убийств, которых винят бога Луны. Ужасные поступки были совершены во имя него. Вы не можете вспомнить больше. Бог Луны окутан великой тайной, и его цели остаются неизвестными. Что за фестиваль термины? Это фестиваль, чтобы дать вам, людям, взглянуть на величие и получить шанс достичь выдающихся высот. Фестиваль, который положит конец всем фестивалям. Все это, должно быть, сбивает вас с толку. Я не буду обременять вас большим количеством информации в данный момент. По мере того, как вы преуспеваете, я буду отвечать на ваши вопросы. Встретимся снова под лунным светом. Понятно. Таинственный бог Луны нифига не добрый. Жизнь-боль. В вашей голове эхом раздается голос обезглавленного волшебника. Вставай, личинка! Поезд похоже... Поезд. Похоже, он остановился. В вашей голове эхом раздается голос обезглавленного волшебника. Я надеюсь, ты понял суть вещей. Давай начнем, у нас есть работа. Что... Что-то не так. Это не классический модус опиранди лунного бога. Никому не доверяй. Кроме меня, конечно. Хотя до тех пор, пока ты делаешь то, что я говорю, меня не волнует часть про доверие. А теперь двигайся, личинка. Так. Теперь-то я могу сохраниться. Голод 99, хапа, тело, разум. Но меня пока тут не убивает. Терратофобия. Я не знаю, что такое терратофобия. Это что такое? Предметы, спички, счастливая монета, табак. Орнаментированный фонарь. А, орнаментированный фонарь это поджига, поджига, кашилинг, бабло, мел. Книг нет, еды нет, исцеление, концентрированная лаванда. Восстановит большое количество разума. Флакон с синей жидкостью. Предметы. Блин, ну я какой-то как бы кастер-антикастер. Что-то чувствую мешок для трупов. Ой, чувствую я... Экипировка. Значит, аксессуары у меня может быть три. У меня есть и безглавленный волшебник как аксессуар. Что-то не так здорово. Я думал, он будет нашим братишкой. Так. И на последнее время делают одни из самых странных и диких инди-игр. Так. Расскажите мне, где у меня быстрое сохранение. А, никакого быстрого сохранения нету. Я сохраняюсь только на сейвах. Все, вспомнил. А, фак. Так. Черт. Ля тут интерфейс перевели. Ну да, он такой косик-косенький какой-то немножко перевод интерфейса, но... Мне бы быстрое сохранение. Может быть, его все-таки сделают в этой игре, ребят. Здорово, братуха. Ты кто? Подожди, а тут что, постучи, мадан? Это, кстати, я же был в другом реалме. Может быть, я смогу здесь... Нет. Ладно, поговорим с этим молодым человеком. Здорово, бандит. Мужчина в костюме говорит сам с собой. Похоже, он полностью потерян в своих мыслях. Я опаздываю, так опаздываю. Мужчина в клещатых штанах. Значит, сейчас это лучший способ действий. Вы прерываете дискуссию. В вашей голове эхом раздается голос безбеглавного волшебника. Что это было за дерьмовое шоу? О, за Соня встал. Что-то не так. Ты, должно быть, тоже не так же ничего не понимаешь, как и все мы. Поезд остановился здесь, на окраине города. Персонал по поезду исчез. Без вести. Ясно, хлопотная ситуация. Да, можно и так сказать. В вашей голове эхом раздается голос безглавного волшебника. Дураки, они ничего не знают о будущем. В любом случае, мы решили остаться и немного подождать. Рано или поздно кто-то должен прийти на помощь. Так что, если ты не спешишь, я бы рекомендовал просто остаться внутри и расслабиться. Твой наряд. Выглядит интересно. Кто ты? Представится. И что представимся? В вашей голове... В вашей голове эхом раздается... Так, это... Ты гибель и мучения. Воплощение хаоса. Ученик ужаса современного человека. Так, меня зовут Марина. Простой ребенок, играющийся с магией. Жалко. Меня зовут Оливия. Приятно познакомиться со всеми вами. Смотрите, какие они хорошие люди. Подожди, а там что, Диар стоит, что ли? Ваши... Жалкая душа. Несчастный библиотекарь, ожидающий смерти. А можно снять его? Честно говоря, мне его комментарии просто уже затрахали. Можете звать меня... Август. Присматривай за ним. Карин Зауэр. Дежурный журналист. Я уже чувствую, что это, сука, высокомерный кусок грязи. Сам хотел с ним играть. Получаю удовольствие, не гунди теперь. Так. Привет, я Генрик. Слабак, без каких-либо выдающихся особенностей. Эта личинка хранит грязные секреты. Вытрясь их. Мы говорили об этом без тебя. У тебя тоже был этот сон, да? Да, я видел сон. Все видели один и тот же сон. С трудом верится. Луна, девушка в розовом платье, фестиваль термины. Все это казалось слишком реальным, чтобы быть сном. Только не это... Только не это снова. Надо было... Надо было спросить у него. У той бременской свиньи. Он слишком торопился уйти. Юсап Заклад, он что-то знает. Выглядит как садистский армейский эксперимент. Как что-то, чем занимается бременская армия. Подобные галлюциногены проверяли на военнопленных. Война окончена. А им все еще нужны подопытные хомячки. Жалкая дура. Когда люди такие... Когда люди такие тупые, они даже не заслуживают знать правды. Хотел бы я плодать твоими знаниями и верой, но... Я не верю во все эти теории заговора из сарафанного радио. Я журналист. Я освещала войны, знаешь ли. Нет, на самом деле она пусть еще и будет. Ну ладно, да, нормально. Чудоковатый иностранец с повязкой на глазу не имеет права говорить мне, что возможно, а что нет. Ты не видел того, что видела я в последние годы. Видишь ли, я тоже видел войны. Все мужчины и женщины прошлого десятилетия или двух видели войны. К чему-то это. Как врач я видел достаточно галлюциногенов и могу сказать из личного опыта, что нет никаких известных мне химических веществ, способных создавать такие яркие видения. Особенно такие, что будут видны одинаково всем. Мы здесь закончили, у меня нет времени играть с вами в веселых кемперов, как бы я этого не хотела. У меня есть работа, в какой стороне город? Смотрите, там, наверху, в высоте. Видите башню, вырисовывающуюся в тумане? Эта башня стоит в центре Прехевилла. Можно добраться туда через лес. Это не так далеко. О, в этом лесу насыпы имеют. Я уже чувствую траханзипопн. Ладно. Если уж я кого-нибудь найду, я скажу им, что вы тут. Повеселись. Найди сенсацию в этом мертвом городке. В вашей голове эхом раздается голос обезг... Хватит этой чепухи, нам нужно идти. Или, начиная убивать, меня устраивает и то, и другое. Ты знаешь, где мысли, если найдешь то. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Да, доктор. Нажимает плечами. Подожду здесь, полагаю. Я не тороплюсь. День первый. Так. О, это я. Я могу ходить. Это вот наши челы. Они здесь... Что-то делают. Сейф какой-нибудь будет? Хороший день, не так ли? Что привело вас сюда? А, ничего особенного. Может быть, ирония судьбы? Я тут просто проездом. Добрый день. Кида Танака, приятно с вами познакомиться. Хлопотная ситуация. То, что произошло с нашим поездом, особенно, когда у тебя запланирована важная встреча в городе. Хочешь путешествовать вместе? Боюсь, мне придется отказаться от вашей компании. Я правда спешу и думаю, что лучше всего справлюсь один. Если вы меня простите, сейчас мне правда нужно поторопиться. Удачи. Минус пацан. Думаю, мне стоит зайти внутрь. Туман сгущается. Мы можем поговорить о сне? А, да, конечно. Как ты думаешь, что означал этот сон? Это как-то связано с этим местом. Все ощущается, словно сон, не так ли? Все ощущается так нереально. Есть еще кое-что. А, неважно. Так. Это боксер? Представится. Молчит. Он, кажется, не заинтересован в светской беседе. Ладно, что-то... Ладно, я со всеми поговорю, так и быть. Так. С другой стороны, армейские баррикады наводят на мысль, что в ее безумной теории есть доля правды. Нет, что-то тут не так. Что ты собираешься делать? Я, наверное, пойду. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока кто-нибудь приедет на помощь. Кроме того, город прямо в двух шагах. Ка... Так. О, привет. Мы не представились раньше. Я, Белла. Приятно познакомиться. Я сейчас немного занята. Пытаюсь узнать, могу ли я привезти поезд в рабочее состояние. Поезд не только остановился, но и почему-то не заводится. Что ты там делаешь? Просто выясняю ситуацию. Так, вот этот чел не пугал. Видела бы ты себя сзади. Ты серьезно? Если ты будешь продолжать в том же духе, я найду своему ключу лучшее применение. Как насчет того, чтобы быть полезным? Так, пойду-ка я... Я так и поступлю. Просто подожди, увидишь, Режуля. На, иди заставь меня гордиться. Так, пойду-ка я... Пойду-ка я, пойду-ка я. Плесну себе кофейку. Мы реально только начали. Просто кошмар какой-то. Нападай, лишь убивай. Что-то я очень жалею, что взял с собой. Он, в отличие от первой игры, не бесконечная ультра имба голова. Кусок говна. Я думаю, мы пойдем самостоятельно. Так. Вообще, честно говоря, по ощущениям кажется, что это какое-то, я не знаю... О, подожди, травка. Здесь еще травка. Здесь где-нибудь сейф-то будет, ё-моё. О, вот это травка. Мы собрали синюю траву. Это синяя трава. Ой, что здорово-то как. Так это что такое? Я иду куда-то. Жуткая тишина наполняет воздух, лишенный всякой жизни. Здесь шарахается пирогиня. Перехвел направо. Старый город. Девичий лес налево. Так. Тут какая-то пирогиня. Это кто? Стой. Я тебя догоню. Так. Карин, что? Куда ты идешь? Направляешься в голову? Что вас привело сюда? Я журналист. Я чую сенсацию. Я не думаю, что кто-то посещает такие места без необходимости. Так. Давайте отправимся вместе. Да подожди ты. Приятно познакомиться. Хм, аналогично. А теперь, простите, я потратил достаточно времени на безделье. Может быть, убить ее? Может быть, напасть? Туман, лес. Я мужчина, она женщина. Что обычно в таких случаях происходит? Конечно же, убийство. Уж лучше остаться с медведем. Айда, убивать тех налево и направо. Это, конечно, господи, наркоманы, что ли? Дамочка, ты сейчас умрешь. Сука. Ты направляешься в город? Верно. Я иду одна, если вопрос в этом. Ну ладно, ну что ты... Ну как хочешь, ну иди одна. Я, честно говоря, чувствую, что это какой-то батл-рояль. Вот честно скажу. Я прям уверен, что это батл-рояль. Я прям чувствую, что идея заключается в том, что я должен перехерачить всех. Что чем больше я народу сейчас убью, тем легче мне будет проходить дальше. Так, где раковая магия? Смотри. Опа. Магия. Вы не совсем уверены, что это за растение, оно ядовитое или нет. Лучше оставить все как есть. Окей. Кул. Собираю травки пока. Вы собрали красную траву. Как тебе это в самом начале, сказал Перклин. Он намекал. Я не... Я не хочу убивать всех просто потому, что... Так, я не могу туда пройти почему-то. Так. О, смог. Я не буду не убивать никого, я выиграю батл-рояль, да. Я хороший мальчик. Вообще, в этой игре... В этой игре так не получится. Так, я на самом деле хочу сначала пойти налево. Я не знаю, что тут по времени. О, что такое? Ну, ядовитое или нет, оставить все как есть. Да. Да, надо сначала срывать. Это борщевик. Надо его срывать и... Это реально, кстати, борщевик, лол. Надо срывать и размазывать по лицу. Классика. Борщевика. Так, я хочу сначала вниз. И же я пройти не могу? Нет, не могу. Чуваки все пропали. Вы что, внутри что ли? Могли бы, наверное, здесь что-нибудь мелом. Ритуальный круг. Здесь не, чуваки просто вернулись и ждут здесь. Ничего особенного. Так, у меня есть мел мелом. Я могу перерисовать всякие штуки. Лаванда. Это что, сирень? Какая-то лачуга. Блин, да что же это за локи такие дурацкие? Грибцы. Белый гриб. Блин, какие здесь большие, непонятно, а куда идущие локи. Лаванда. О, это реально лаванда. Лаванда. Я твой навеки, арестант. Ладно, нет, там не так. Там таганка. О, вижу зеленую травку. Я уверен, что здесь надо на самом деле рашить просто пипец как. Просто рашить, при рашить. Опа, крыса Лариса. Подожди, почему я не могу это забрать? Бочки. Яйцо. Тут ничего не осталось. Так. Мухомор. Веленое мясо. Бочка с черненькой дырочкой сверху. Это у нас... Медвежий капкан. Тул. Белый гриб. В тарелке лежит тухлое мясо. Конечно же, взять немного. Мы нашли тухлое мясо. Внутри него ползают личинки. Очень здорово. Собирает мух. Можно накрывать? По-моему, накрывать грязный. Позже здесь... Спать здесь последнее. О чем вы думаете? Да? Звучит разумно же. А как соеваться-то, е-мое? Спать здесь последнее. О чем вы думаете? Говорит. Так, а как зайти здесь? Где вход-то тут? Что это за здание без входа? Алло! Ладно, ну... Наверное, вот эта вот трава... Закрывает вход. Сраный плющ. Никаких смертей играет до конца без смертей. Здесь я... А, нет, это реально лутаемая зеленая трава. Так что ты меня обманываешь-то тогда? Ну-ка, сука, дай сюда. Нет, подожди. Где-то здесь была. Эм... Что тут во дворе? Нет, она другая немножко цвета. Смотрите, крыса. Я могу это обойти как-то хорошо? Никак не могу обойти хорошо. Это что такое? Не... Шатаюсь в поисках нихера. Ладно. Пойдемте в город, а? Мне кажется, это отвлекающий... Влекающий форхедер. Трава, это здорово. Подожди, а у меня еще, кстати, шифт есть. Я шифтом вообще не пользуюсь. Пойдемте бегать. Если я бегаю, я больше трачу стамы или меньше? Вот здесь, кстати, вот такое вот перемещение есть. Ну, в смысле, имеется в виду голода. Река. Исда. Так, что у нас тут? Здорово, брат. Ты что? Водичка. Если я хочу меньше жрать... Мне лучше меньше бегать, да? What the hell? Ты кто? Вот это тварь! А мне просто выстрелили два раза. Так. Надо аккуратно к нему сзади подходить. Вот это говнарь. Золотая лисичка. Сука, на полном серьезе мужик с дробовиком бегать за мной. Восхитительно. Восхитительно использование. Так, а мне просто какой-то чел месил. Папа начинает чувствовать голод. Ты там не это, что? так козья копыта о красная трава подозрительно синяя трава красная трава как это можно как-то демонтировать ежики какие-то яйцо пухлое мясо восхитительно челы выглядят так будто бы у них все хорошо раз у них все хорошо я к ним подходить не буду пока кажется мимо них нельзя пройти суки пацаны давайте просто давайте просто все нормально у нас да у вас просто что-то мерцающий свет костра успокаивает вас несмотря на ужас и поджидающий снаружи как тут у нас еще человек едва же вы слышите его предсмертные хрипы искать его вы нашли отрубленную руку и ногу классно а я могу ему как-то прикончить его ну давай не буду убивать зачем убивать то огромный ящик его возможно открыть даже без специальных инструментов его возможно открыть так давай открою и открываю я взял руку и ногу ребят руку рука и нога еда я понимаю что это еда плюс статус яд плесневелый хлеб нормально кушается так чуваки не хотите руку руку и ногу я не буду не буду ничего делать блин подожди а чем реально с ними это делать предметы исцеление еда книги исцеление подожди на что это такое нож броня мешок для трупов а вот рука нога козья копыта это можно все собрать потом так офис становится все тяжелее и тяжелее так а как у нас капкан вообще сука чё звук-то о спуск уже лифта не подать не подается с этой стороны окей один грик отец уже как 18 раз собака опаздываю всем привет здорово здорово игрек блин чё-то как-то так здесь что-то можно сделать ты нормально тут я все хорошо я тут ни при чем так есть сейф какой-то старый ржавый люк проверить его тут там слишком темно увидеть ничего кроме темноты мы нашли яйцо личный мешок муки уж на стуле посидеть сохранить не будет открыть его а здесь у меня спуск вниз хорошо блин как же вы меня надоели ладно может быть спуститься не глядя в люк то так это чел ходит чё-то паприка пшеничная мука и снял и хлеб старая вагонетка кто-то пытался подержать ее строю заделывая дыры в гнилом дереве на углик будто может стану все разу лицо любой момент и мясо пошел нахер так человек бежит прямо вас явно время убить даже судорная кожа соса сейчас его талии не сдержит его дайди не хочу драться и я могу дать отпор что ты знал ваши слова напрасно опаленной луной явно жаждет крови так навыки убежать сразу группа пытается сбежать синяя трава кусочек мела пошел вон пошел вон кажется я соберу потом весь весь отряд говнорей чтобы он бегал за мной окну станка вроде есть мне похер брат мне похер я слишком быстрый мая зови меня так нет ни хера не зови меня пожалуйста просто не зови меня что это за труп закоп закованный гроб цепи были прочные практически не сне не снимаем а постучаться в дробь алла никакой реакции вы не слышите ничего изнутри прошу не никакой реакции все под контролем я до сих пор не сливанутый кстати когда что ж это грязная туалетного ванга вот то что мне нужно ничего не осталось мне бы в эту дверь зайти может быть в люк все-таки спуститься бутылка водки мясной пирог о шикарно пухлое мясо кусочек ткани грязная туалетная бумага синяя трава здесь я пройти могу нет не могу пожалуйста дайте мне место где могу сохраниться капкан атмосфера становится все тяжелее тяжелее ты уже здесь вы видите вы видите что на тонус о вы обыскиваете бы багаж вы нашли бодрящие таблетки ну чего то так о книжка скажи мне что это сейф использовать спичку чтобы зашить свечу нет не опять спичек как в этой поганой игре пыльное радио включить его кажется не работает сливаться урдера и похоже нет ничего полезного так ладно пойдемте тогда сначала с пироги не поговорим это должно быть телевизионная комната здорово так ладно все сначала сейчас начнется блудняк я уже чувствую так что сначала я пойду поговорю с чё тут нормально у тебя все тухлое мясо красная трава трубка тут ничего не осталось это ты что черт возьми происходит в этом городе но то очень плохое местные тебя тоже атаковали да я так рада что взяла свой пистолет с собой сенсация стала резко намного интереснее не надо быть осторожны своими желаниями в будущем что ты знаешь об этой сенсации у меня есть связи с разными организациями и группами одна из групп сопротивления против бременской армии рассказала что что-то вот-вот должно было произойти здесь в прехи вилле очевидно есть вполне конкретная причина по которой бременская армия заняла эту зону но мне ничего не сказали о том что здесь происходит на самом деле не могу поверить что меня даже не предупредили парень дорого заплатит за это когда вернусь цивилизацию так что нам теперь делать давай вместе давай вместе мать нам ничего не надо делать я работаю одна мне нужно осознать сенсацию оставки лишь растут вот и все ходить тут в одиночку будет небезопасно ты боишься за меня или за себя прости но тебе будет безопасно если просто вернешься в поезд вообще я боюсь за себя да честно мне нужна сильная женщина которая бы меня так голод 50 как обычно у меня уже голодный дамаг сейчас будет так мясной пирог яйцо сушеное мясо сушеное мясо скушим почувствую себя меня голодом 30 сушеное мясо дает хорошо так не нужно жопа в мыле мне нужно найти сейфспот скорей всего это как и в первой игре кровать только я пока не видел ни одной так мне чужого не надо ребят не 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 стой чемодан а а а я вышел-вышел-вышел отсюда уже здесь не как и как сейчас здесь у Пребуется 1 очко концентрации Так, а у меня типа 0 концентрации Поднажать атака защита плюс Ребят, я не очень понимаю Как мне пользоваться Дерьмишком своим Я тут сейчас просто сдохну У меня есть 3 синих Медитацию не могу достигнуть Процедим и держите время защиты Чтобы получить дополнительные очки Концентрации в следующем ходу То есть я могу просто Защита плюс что ли Наверное Давайте просто проатакуем пока что Так, житель, правая рука 86, минус рука Житель устанавливает медвежий капкан Ага, вот у меня есть Что такое поднажать Атака медвежьего капкана Навыки медитации Защита плюс Вы перепрыгиваете через медвежий капкан Ага Житель левая рука 105 Полчок Констерона Что-то он мне продамажил пока что Житель голова О, все отлично Ноги Опа, побеждает Ну окей, ладно Они не то чтобы Обыскать Вы нашли серп Побить его тело Конечно же И говорится на каждый удар Доставляет удовольствие Шикардос Так, эскейп Предметы Еда Оружие Атака плюс 10 Атака плюс 25 Использовать серп А, надо экипировку Надо нажать Экипировка Оружие А у меня Кстати Без этого Атаковал голова Монтяж Отомага Аксессуары Так Тело 79 Уже Начинаю Так Тут конь Конь Ничего не дает мне Тут Гитлер лежит Мертвое тело похоже Начало разлагаться Осмотреть Трудно светочную Причину смерти На теле не так много Физических трав Может у номера Сердечного приступа Другой болезни Или какую-нибудь яда Обыскать Из кармана трупа Что-то высовывается Посмотреть Это небольшой Свернутый буклет Мы нашли Дневник солдата 1 О, отлично Дневник солдата Пользовать Какой же Это все-таки Захолустный край земли Когда я услышал Об этом задании Я подумал Что город Прехевел Будет по крайней мере Приличных размеров И там наверняка Найдутся развлечения С местными танцовщицами И уличными девушками Но увы Я чувствовал себя Не слишком Комфортно С местными жителями Без того Как немного Осмотрел город Честно говоря Я задача Тенка Городу Такого размера Удавалось Оставаться Настолько Изолированным От влияния Соседей И современность Народ Прехевела Все еще Крепко держится За религиозные Обряды Такие же Старые Как само Братство Человечество Жертвоприношение Пугает меня В наши дни Я видел ужасы Войны Но от распятия Установленных По всему городу У меня все равно Пробегают Так Блин На самом деле Я пропустил Огромную часть Локации Походу Я хочу вернуться Назад Но там два Этих чувака Один с оружием Я прям Без сейва Не хочу возвращаться Прям вообще Не хочу возвращаться Без сейва Открыть дверь силой Конечно же Атака Деревянная дверь Она слишком прочна Для вас Ну хоть сдача Не дала Хоть сдача Не дала Вы нашли Два Патрона Шприц Героина Маленький Ключ О Кроватка Воздух Здесь влажный И тяжелый Так здесь Можно спуститься Вниз Смотреть Белый Флакон И кстати Прошлый раз Даже еще А помните Прошлый раз Помните Прошлый раз На вас На вас напал Житель Житель установит Медвежий капкан Защита Плюс Удар Удар Трубой 12 Я дезориентирован Несколько ходов Меня сейчас Убьет Похоже Врез Надо валить Так Свалил Пытаемся Нет Отвали 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 Успел свалить Так Тело 7 Так Пытаемся Отхилиться Экипировка Почему Я Все Время Не Могу Экипировка Так Нет Предмета Исцеления Кусок Ткани Грязная Туалетная Бумага Статус Минус Блит Плюс Заражение Господи Фу Какое О Боже Синий Флакон Две штуки Водка Гразом Плюс 50 Тело Плюс 30 Господи Боже Мой Тело Плюс 12 Синяя Трава Так Синий Флакон Иди сюда Кошмар Так Ну теперь Если я его убью То От этого Этой Не будет А он Он Прям На Мне Атака Я не понимаю Как пользоваться Ранами Удар трубой Он еще выжил До сих пор Вот сука Навыки Рана Почему так Руку разбили Ноги разваливаем Я не очень понял Это Двежий капкан Это просто типа защитить И все тут Или попадешь 15 Обыскать Рубленная рука И нога Больше ничего не нахожу Да Кстати у меня это было Разум 91 Так ну все Теперь мне точно повезет Теперь я могу Саивануться Хотя бы Хотя бы Хотя бы Хотя бы Саивануться Наконец-то Это 14 человек Он мне показывает Что все 14 живы Моя задача Остаться одним Да То есть Фуфашечка такая Добро пожаловать назад Насколько я понимаю Вы уже Познакомились Со своими товарищами По фестивалю Держите темп Фестиваль не будет Длиться вечно Что вообще происходит Поскольку 14 из вас Присоединились к вечеринке Слишком поздно Ваши дни на исходе Фестиваль введет Свою кульминацию Всего через 3 дня 14 человек Даже на 100 Через 3 дня Это вообще уже Просто загружайся Это просто Загружайся Я должен Убивать их Всех Массово Быстро И много Блин Ну должно же быть Какая нибудь Типа Победила Дружба Здесь явно Истинная Концовка Это когда Все 14 Доходят До лейта Вот В любом случае Я не рекомендуешь Дай до этого момента Ты имеешь ввиду Что мне нужно убивать Других участников Что вы будете делать А что нет Конечно же Зависит от вас Вы хотите убивать Своих товарищей Вы хотите убивать Своих товарищей По фестивалю Ну достаточно Об этом Давайте перейдем К услугам Которые я могу Вам предоставить Каким образом Я могу Оказать вам Наилучшую помощь В приключении Поговорить Сохранить Хексен Сохранить Подожди Я перезаписал Сейф О боже Я тупица Не тот Я должен был Перезаписать Ладно А я потом Ах Господи Я как всегда Я просто Как всегда Расскажи Покажи Хексен Дэ Хексен О У меня есть Один камень душ Я Что Раны Черный смог Кровавый голем Сфера тьмы Атака Плюс один Атака Плюс один Некромантия Здесь Что Это у меня Здесь Черный смог Покрытие ядом Замедление метаболизма Что это такое Вот это Танец смерти Медитация Высшая медитация Кузница специй Танец смерти Я не знаю Что это такое Танец смерти Пожертвование крови Мастурбация О Можно Сдрачнуть Ангард Заглушение боли Приказ в атаку Так Гравировка Защитный круг Продвинутый Высший оккультизм Анализ Высшее исцеление Стойка точности Исцеление Сбор органов Диагноз Это Прочивание Врасту Запугивание Взрывчатка Намерение Убивать Ботаника Знание о природе Покрытие Ядем Черный смог Высшее исцеление Стойка точности Так Покажи-ка мне Где Вот это Наверное Да шепот Пирамоны Сердцецвет Шепот любви Шепот исцеления Вот они Вот они Прекрасные Шепот любви Я могу это взять Или пока я не Пока я не изучу Мозгоцвет Сердцецвет Пожинающий корни Фотосинтез Высший фотосинтез Магическая атака Плюс один Магическая атака Плюс один Вау Что-то здесь многовато По-моему всего А я что могу изучить То вообще Ну вот попробую Черный смог То есть я пока что Вообще просто Я вообще ничего Не могу Заюзать Так хорошо Танец смерти Использую Комендую Чтобы изучить Навык Танец смерти Нет Пожертвование крови Я не могу А вот эту штуку Тоже нет А вот эту штуку Тоже нет Ла как здорово Высшая медитация Нет Кузница специй Не знаю что это такое Кузница специй Звучит как-то интересно даже Давайте попробуем Если уже взяли медитацию То возьмем высшую медитацию Да Пока что Посмотрим что это за дерьмо Поговорить Осталось еще 14 Дэш Направляйтесь к басне Пусть прольется кровь Когда 14 Сведутся к одному Открываются врата В сутр хера Таким образом Я могу указать Понятно Ну ориентировочно Они мне говорят Убить всех Но это такое себе Субтитры создавал DimaTorzok